Всем привет, с вами Игорь. Продолжаем делать наш народный солнечный коллектор. И в этом видео я, как и обещал, покажу, как я придумал бороться, или даже можно сказать, навсегда побороть, раз и навсегда побороть, проблему конденсата в поликарбонате. Ну что это довольно большая проблема. Как я увидел из других таких вот самодельных коллекторов. И долго думал, как это сделать. Вот придумал. Короче, смотрим. Вот, значит, поликарбонат, лист. И вот, что я сделал. Ну, я думаю, вы уже узнали эти маленькие шарики. Это обычный силикагель, который ставят в обувь, в коробки с обувью, чтобы он не вытягивал лишнюю влагу, чтобы там не было влаги. Ни одно металлопластиковое окно тоже не обходится без вот этих вот маленьких гранул из этого силикагеля. Вот, как я это сделал. Ну, вот, обычно поликарбонат, да. Я, ну, его сюда просунул в эти вот отверстия, каналы. Засыпал, так сказать. Но это было нелегко, потому что у меня, как я показывал, как бы ее показать, вот тут вот, может, будет видно в первом еще видео, там, где материалы. У меня поликарбонат четырехкамерный. Вот он внутри. Сейчас я уже внутри не могу его показать, ну, что тут засыпано. А вот с этой стороны видно, да, вот эти вот остались перегородки, которые, ну, они внутри только самые крепкие, вот эти вот две наружные стенки. А вот эти внутри, они там, как пленочка такая, тоненькие перегородочки идут. Это те, что параллельные эти, те, что поперечные перегородки, вот так вот, насдавливая, они толстые. А вот эти, они, как такая вот, видите, да, как пленочка. Вот, поэтому, чтобы не туда запихать, мне понадобилось вот эти вот внутри перегородки продавить. Продавить. Я сделал такой металлический квадратик, так обточил его, так плотненько, чтобы он туда уходил. Можно, в принципе, всем чем. Болтом, правда, не очень удобно. Он круглый, он не все перегородки сминает. Вот, и просовывал я ее так вот на, ну, тут примерно сантиметра полтора, где-то, где-то полтора, где-то два. Продавил я эти перегородки, чтобы можно было засыпать туда вот эти вот гранулы силикагеля. Вот, потом я поставил, ну, вверх его, засыпал и заклеил двумя слоями скотча. Вот тут видно, да, вот он, этот скотч еще тут остался. Залепленный. Двумя слоями. Сначала один раз прошелся, приклеил, потом второй раз. Это у меня два листа, получается, вот так вот приклеены. То есть, с торцов засыпанные, порезанные они у меня так. А один лист у меня два на метр, его порезали вот так вот. То есть, каналы идут вот так. Ну, там не получается просто по-другому. Ну, что есть лист 6 на, там, 6 на 2, ну, немного больше, что-то там 2,5 или 2,10, я уже точно не помню. Поэтому, если отрезать пол листа, то получается, его можно вот так вот разрезать и вот так вот. Поэтому у них так вот получается, что только так можно его разрезать. Ну, поэтому у меня получилось два куска, метр на два, вот с такими вертикальными каналами будет сверху вниз и один лист с горизонтальными. Ну, я думаю, что это на работу самого коллектора никак не повлияет. Так каналы или так, в принципе, разницы нет. Вот, засыпал я их с двух сторон. Вот здесь вот, видите, да, эти гранулы и вот здесь вот. Ну, в принципе, можно было и с одной стороны, я думаю, может быть, не обязательно было с двух сторон их засыпать. Ну, я уже для верности, так сказать, чтобы уже наверняка там не было никакой влаги. Засыпал с двух сторон. Тоже, вот тоже, да, видите, лист. Вот, и в нем засыпаны вот эти вот гранулки. Да, обычный силикагель. Он очень многих областях применяется. Ну, я вот знаю только вот то, что в окнах ни одно пластиковое окно не обходится без него. Его засыпают в профиль, чтобы тоже оно изнутри не запотевало. Вот такое вот простое, эффективное решение. Я думаю, что тут уже никогда, никогда не будет какой-то испарин и влаги внутри поликарбоната. Он этот силикагель вытянет оттуда все, все, что там есть. Вот он, какой упаковка от него. Это я в интернете купил. Кстати, один килограмм 85 гривен. КСМГ, Китай, выродный. Ну, понятно дело, кто же еще. Вот. 85 килограмм. Я вам скажу, довольно такая хорошая, универсальная вещь. Ее можно, еще и осталось у меня где-то больше, чем полкилограмма осталось. Я ее еще и пока засыпал, рассыпал немного, но как получилось. Вот. Такое вот, говорю же, простое, эффективное решение, как избавиться от влаги внутри поликарбоната. Теперь я точно знаю, что здесь никогда у меня такой проблемы не будет. Никакого конденсата внутри, ни при каких условиях, ни при каких наружных внутренних температурах он там не образуется. Никогда. Вот. Ну, уже, можно сказать, практически коллектор и готов. Вот. Кто не знает, может первый раз смотрит видео, у меня будет солнечный коллектор из таких вот трех секций. Один на два метра. Один на два метра, да. Три секции. Это центральная получается. Потому что у него здесь вот отверстие сбоку, правый и левый, для подсоединения правой и левой секции. Вот. Всего шесть метров квадратный будет. Вот. Уже порезал. Вот такой вот. У меня. Купил я. Вентиляционный канал. Вот он. Специально для вентиляции. Это 120 на 60. Вот это вот сечение. Я думаю, этого сечения вполне будет достаточно для прохода воздуха с боковых секций. Центральная. Вот. Вот так вот я его порезал вот такими вот кусочками. Он сюда вставляется. Вот. На силикончик его тут загерметизирую. Вот так плотненько довольно так впихивается. О. Ага. Да. О, такой же будет вот здесь вот. Тоже, кто не знает, то у меня будет двухканальный, как бы, коллектор. То есть воздух будет и вот здесь вот проходить, перед листом и за листом абсорбера. Вот здесь вот вход воздуха. Сверху выход. Ну, в смысле, вход в эту крайнюю секцию. О, ну, как бы, проект подходит к концу. Уже осталось только вставить к уплотнителю поликарбонат. Он уже порезанный. Все. И вот такая вот у меня будет реечка. Сейчас покажу. Он так вот поставится, поликарбонат сюда. И реечка ее так вот прижмется. К уплотнителю. Так вот тут дырок насверлю. Вот здесь вот. И прямо в раму саморезами прижмет, покрашу. И будет герметически. И одновременно разборная будет конструкция. Что для меня очень важно, чтобы она была разборная. Ну, вот как-то так получается. Вот. Потом обнаружил я такую одну неприятность. Смотрел, я смотрел, как сюда поставить этот коллектор. И понял, что с лестницы я его никак не поставлю. Придется строить леса деревянные. Ну, что? Ну, никак. С лестницы ты ее никак не поставишь. Потому что он довольно немаленький. И такой вес у нее получился. А тут надо будет леса ставить, деревянные строить. Ну, такая вот проблемка. С лестницей никак. Вот. Осталось мне ее протестировать. Ну, протестирую я его на земле. Тут вот поставлю, где он будет стоять. Только снизу. И протестирую, покажу, что он может. Может, что-то надо будет изменить. Тесты покажут. Подключу вентилятор. Это уже в ближайшем будущем. Вот. И буду уже думать про монтаж. Потому что надо до зимы его по-любому поставить. Чтобы уже зимой греться, эксплуатировать. Вот. Такое вот видео получилось. В следующем видео покажу, какие я купил вентиляторы. Два. У меня будет два канальных вентилятора. Там от вентиляционных систем типа. То есть, не какие-то там кулера от компьютера. Они очень слабые. Там довольно-таки неплохие вентиляторы, я так думаю. Вот. И в следующем видео я расскажу, почему именно два. Какие это дает преимущества, плюсы. А там их, я вам скажу, довольно-таки немало. Этих преимуществ и плюсов. От именно двух надо, чтобы они были два одинаковые. Это вот важно. Два одинаковые вентилятора. Если что-то там хотите посоветовать, видите какие-то, может доработать что-то надо или по-другому как-то сделать, то пишите в комментариях, как бы вы сделали. Я все комментарии читаю. Всем пока, до следующих видео.